Друзья, добрый день. Меня зовут Юрий Железняков. В этом видео мы протестируем бритву Xiaomi S500. В обзоре мы рассмотрим качество сухого и влажного бритья. Оценим чистоту бритья, скорость, комфорт. Обсудим эргономику и дизайн, а также выделим плюсы и минусы модели. Начнем с распаковки. И тут первое приятное впечатление. Наличие полиэтилена. Сразу понятно, что бритвы из коробки никто не доставал. В коробке бритва с защитной крышечкой. Кстати, уже заряженная. Извлекаем следующий модуль за язычок. За эту приятную мелочь отдельный респект производителю. В комплекте кабель USB Type-C для зарядки. Щеточка для чистки. И инструкция. С500 это недорогая роторная бритва с отличным дизайном. Красивым информативным дисплеем. Зарядка USB Type-C. И возможностью сухого и влажного бритья с пеной. Кстати, класс влагозащиты IPX7. Переходим к тесту. С двухдневной щетиной бритва справляется легко. Работает тихо. Бреет достаточно мягко. Но не слишком быстро. Как и любой роторной бритвой, нужно делать круговые движения. В области шеи сбривает волоски лучше, чем в сеточной модели. Поскольку круговые движения позволяют захватать волоски, растущие в разных направлениях. Со щеками тоже все просто. А вот к бритью усов и висков нужно приноровиться. Несмотря на большую общую площадь бреющих элементов, эффективная зона работы не так велика. На небольших участках нужна осноровка. Главный минус отсутствие триммера. Сделать ровную грань у висков не получится. Сбривает роторная модель хорошо, но сетка все же чище. Заметно это не сразу, а по прошествии нескольких часов. Если у вас чувствительная кожа, лучше бриться с пеной или гелем для бритья. Такое бритье значительно комфортнее. По частоте бритья все аналогично. У меня бритье двухдневной щетины заняло примерно 3-4 минуты. Бритву можно промывать под водой. Лучше ее разобрать. Обращайте внимание на то, чтобы заглушка для зарядки была закрыта. После промывки просушиваем бритву. Кстати, на дисплее есть индикация, которая показывает необходимость очистки. Рассмотрим более детально корпус модели. Выглядит она стильно. Пластик корпуса приятен на ощупь. Отпечатки пальцев на нем не остаются. Работает бритва тихо. Вибрации нет. На дисплее отражается остаток заряда, необходимость чистки бритвы и состояние блокировки. Есть индикатор смены режима работы. У бритвы две скорости. Во время путешествий бритву легко заблокировать. Для этого на выключенной бритве нужно нажать и удерживать кнопку несколько секунд. Снимается блокировка аналогично. Бреющий блок состоит из трех подвижных элементов. Головка съемная. Разобрать бритву несложно. Нож двойной. Для срезания длинных и коротких волосков. Собираем в обратном порядке. Заряжается бритва от USB Type-C. Это удобно. Подойдет даже зарядник для телефона. Зарядка занимает полтора часа. Работает от одного заряда бритва час. Бритва может работать и от сети, но я, честно говоря, не вижу в этом большой необходимости. Да и кабель коротковат для работы от сети. Разве что взять второй, подлиннее. Подведем итоги и выделим плюсы и минусы этой электробритвы. Плюсы. Дизайн. Внешний вид стильный. Дисплей красивый и информативный. Пластик корпуса приятный на ощупь. Зарядка USB Type-C. Качество бритья. Тут уточню, что к плюсам я отнес бы мягкость бритья. По частоте сеточные бриты все же лучше. Заметно это становится через несколько часов после бритья. Несомненный плюс – возможность влажного бритья и бритья с пеной. Минусы. Сеточные бриты все-таки бреют немножко чище. Заметно это, конечно, не сразу, а через несколько часов после бритья, но все же. Заметный минус – отсутствие триммера. Подбривать область висков на самом деле неудобно. В целом, за такие деньги – это отличная модель и хороший выбор. Если у вас есть вопросы по данной бритве или любым другим, задавайте их в комментариях под роликом. Ну а если видео показалось вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Это очень помогает в его развитии. Спасибо за ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok